Любимый город. Этому городу вовсе не обязательно быть миллионером. Он может быть маленьким, тихим и родным. Там, где связаны самые близкие сердцу воспоминания. Для нас любимый город – это Бишкек. И нашему Бишкеку в этом году 140 лет. Поэтому мы с Настей просто не могли снять сюжет о нашем любимом городе. На вечерний фрунзе посмотри. Посмотри, увидишь всю красу. Чем опять счастливый город наш. Как милы творения твои. Мать природа, двери отвори. Фрунзе, красивый город наш. В этом году Бишкеку исполнилось 140 лет. Это совсем молодой возраст для города. Сейчас Бишкек еще растет. И очень даже стремительно. Бишкек – столица Кыргызстана с населением около 1 миллионов человек. Он расположен в Чуйской долине у северного подножия Кыргызского Аллато. Родоначальницей Бишкека стала крепость Пешпек, возникшая в 1825 году. Это укрепление охраняло караванные пути. С приходом советской власти город стал интенсивно развиваться. В 1926 году он был переименован в честь родившегося здесь революционера и полководца Михаила Фрунзе. В 1991 году ему было возвращено его старое название в новой интерпретации – Бишкек. По мнению экспертов, Бишкек означает «палочка для взбивания кумыса» – национального напитка из кислого молока кобылицы. Мы любим этот город за то, что он есть, что он именно такой, не похожий ни на какой другой город. Здесь проживают представители более 80 национальностей и народностей. Именно здесь сохранилось много мест, напоминающих о советском периоде истории города. Особенно сильно влияние советской эпохи ощущается в центре, где можно увидеть целый ряд ярких образцов советской архитектуры – филармония, здание правительства, исторический музей, памятник Победы. Наряду с ними вы увидите в городе современные образцы кыргызской архитектуры. Памятник Манасу, Монумент Мужества, памятник Акынам, Манасчи и местным правителям различных эпох. А вот интересно ли вам история не только самих монументов, но и пространства вокруг них, которое находится в постоянной трансформации. Те заведения, которые окружали монумент на момент создания, были снесены и полностью видоизменились, как изменились и современные горожане. Обо всем этом нам поведал журнал «Монументы истории». Исследование по монументам и памятникам, имеющую историческую значимость для кыргызстанцев, является частью долгосрочного проекта лаборатории СИ о памяти и идентичности. Пешкек – это город, в котором мы живем, это та действительность, которая нас окружает, и нам интересно с ней взаимодействовать, нам интересно с ней взаимодействовать более критически. И понимать те процессы, которые лежат за уличными фасадами, за монументами, за какими-то новыми объектами. Лаборатория СИ представила рассказ о процессах, в которых появились монументы столицы и их трансформацию сквозь года и нынешнее состояние. В нашем журнале мы говорим о пяти памятниках, которые есть в Бешкеке, которые были созданы и в Советском Кыргызстане, и после независимости они имели определенный какой-то смысл. И трансформациями они уже свои смыслы переозначали. Помимо монументов и памятников, город Бешкек – это его улицы, происхождение названий, прошлое не только зданий, но и жильцов, маршруты знаменитых писателей, предания, поверья – все это богатая история столицы, а значит и республики. Этот молодой человек Эрик Абдухалыков является автором идеи и режиссером проекта «Бешкек-140», где главные герои рассказывают о своих любимых местах и достопримечательностях столицы, а также знакомят зрителей с их историей, происхождением названий улиц, интересными фактами и городской архитектурой. Сказать о памятных событиях, об истории города, о истории названия улиц, улиц, люди, которые здесь жили, так как в течение 140 лет город прожил в три эпохи, и, к сожалению, в интернете очень мало информации, рассказывающая об этом. И мы решили в формате какометражных видео рассказать подробнее об этом и сформировать, скажем, образ интеллигентного жителя города Бешкек. Целью инициативы является восстановление памяти и истории родного края, его памятных событий и достижений, чтобы воспитать гражданскую ответственность и любовь современного бешкекчанина к родному городу. И, соответственно, я постарался подобрать совершенно разных представителей города Бешкек, самых разных национальностей, профессий и так далее. И в ходе видео один персонаж входит в прогулки по городу, рассказывает о своих любимых местах и делится какими-то интересными фактами. Тихий и уютный Бешкек очаровывает простотой. Тут живут настоящие люди с невыдуманными судьбами, порой счастливыми, порой не совсем, зато все по-настоящему. Сюда не приезжают за мечтой, сюда приезжают за жизнью. Бешкек помнит свою историю и с удовольствием расскажет ее всем, кто захочет посетить эту небольшую, но уютную столицу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова